Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, а значит вы на канале Лёша Играет. Ну или может быть на каком-нибудь сайте, где размещено это видео. В любом случае опять будет рассказ про Циву, про цивилизацию, про Сидмейерс Цивилизейшн. Если вам нравятся мои видео, то обязательно подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, доберманы, боксёры, пекинесы, какие там ещё есть, собачки. И рассказывайте о моих видео всем-всем-всем. Это видео, которое вы сейчас увидите, продолжение серии дуэльных игр. Я участвую в турнире, это, если мне не изменяет память, уже восьмой матч. И в данном случае я играю за право выхода в суперфинал. Мой соперник HLDM проиграл в финале Винеров. Вот сейчас мы, считайте, в финале Лузеров с ним встречаемся. Тот, кто проиграет, займёт третье место в турнире. Тот, кто выиграет, выйдет в суперфинал и будет бороться за победу во всём уже турнире. Предыдущие мои матчи этого дуэльного турнира вы можете увидеть в соответствующем плейлисте на моём канале. Или вот тут должна быть вверху ссылка, кстати, в котором написано «Все дуэльные матчи». Нажимайте на неё и переходите. Кстати, вообще на моём канале для новичков рассказываю. Просто появилось много новых подписчиков. И они начинают задавать вот в этих дуэльных видео вопросы, о которых я уже много раз рассказывал. Так вот, на моём канале есть много видео, не дуэльных, в которых я рассказываю вообще о том, как играть в Циву. Зайдите на главную страницу моего канала «Лёша играет». И сверху плейлист «Цивилизейшн 5». Собственно, там как играть в сети, как религия в игре развивается. И разные стратегии игры, там от четырёх городов традиционных до расползания. Вот посмотрите эти видео, и там все ответы на ваши вопросы. Там очевидные и неочевидности в цивилизации и так далее. Ну, теперь вернёмся к нашей игре, собственно, к дуэли. Я играю, значит, после вычёркивания, я хост, после вычёркивания осталось три нации. Эфиопия, Америка и Карфаген. Я первый выбирал из этих трёх и решил выбрать Эфиопию. В прошлом матче, если вы помните, мой соперник играл за Эфиопию. И мне очень понравилось, как она там развивалась. Поэтому я решил тут сам за неё сыграть. Ну, а мой соперник взял Америку. Видите, я передвинул поселенца в первый ход, чтобы сразу его поселить на Сахаре. И не надо было потом присоединять этот ресурс. Место не очень хорошее для роста города, поэтому... Ну, то есть, не для игры через традицию, по моему мнению. И поэтому я опять буду играть через волю. Хотя, опять же, надо глянуть, где мой соперник находится, какие у него там планы. Кто-то может сказать, что при игре через волю я потеряю бонус Эфиопии, собственно. Я напомню, это 20% силы против цивилизации, у которой меньше... Ой, больше, извините, больше городов, чем у Эфиопии. Да, потеряю, но в дуэли стремиться иметь меньше городов, чем у соперника, это немного странная стратегия. Здесь желательно всё-таки побольше городов поставить, даже если вы через традицию играете. И уже там строить войска, развиваться, расти и так далее. Ну, давайте посмотрим демографию на первых ходах. У моего соперника больше производства, но меньше золота. То есть он, в отличие от меня, я поставил на клетку второго жителя, на клетку, где 2 яблочка и 2 золота. У него там, видимо, есть клетка рядом, где 2 яблочка и 2 молотка, или там 1 молоток, 2 клетки с 2 яблочками и 1 молотком. Как-то вот так. Ну, вот видите, у него чуть больше солдат. Он, похоже, либо нашёл в руинах апгрейд своего дуболома до какого-нибудь копейщика, либо строит в первую очередь скаут, а потом уже монумент. Так вот, почему я выбрал Эфиопию? Потому что у неё очень классное, уникальное здание Стелла. Вот я её, собственно, сейчас и строю. Она даст не только прирост культуры, но и прирост веры. И вот в прошлой игре мне очень понравилось, какие верования выбрал мой оппонент. Давало очень много золота вера. Ну и, соответственно, и производство тоже, потому что он там взял пантеон к производству. Так что, мне кажется, что в данной игре мне это больше поможет, чем бонусы Америки. Напомню, Америки тоже очень хорошие бонусы для дуэльной игры. О, у меня тут прямо под боком культурный Монако. У Америки, во-первых, в два раза дешевле покупка тайлов, клеток, рядом с городом. И таким образом вы можете прямо в начале игры очень быстро скупить нужные клетки. То есть, с каким-нибудь ресурсом. Дело даже не в том, что его обрабатывать, а в том, что вы можете сразу поселенцы, жителей города устанавливать на эти вот крутые клетки. И ваш город будет просто быстрее развиваться. А денег вы потратите меньше на расширение. Но вот, кстати, пока, видно, мой соперник этим не занимался, потому что у меня территория больше, чем у него. Значит, он еще клетки не покупал. Ну что, берем традиционное наше плюс один молоточек к производству в городе с тремя последователями. Я уже, по-моему, этому пантеону не изменял ни разу, только в одной игре взял плюс к науке, если мне не изменяет память. Ну, тоже неплохой пантеон, кстати, плюс к науке. Почему нет? Мне в матче против Николы он помог. Возвращаемся к преимуществам Америки. Другая уникальная способность Америки – это плюс один к обзору юнитов. Это намного круче, чем покупать клетки, особенно в войне, в моем понимании. То есть, для ведения войны обзор на одну клетку больше – это очень классно. Таким образом, мой соперник сможет планировать свои действия намного лучше, чем я. Если, конечно, он будет там... Особенно это хорошо для нападения, естественно, вы понимаете. Потому что в защите он... И где же это мы встретились? Что-то я не вижу своего соперника. А, он, наверное, где-то вот точно... Точно. Вот видите, вот как раз он и использует... Вот, и я не успел. Его лучник... Ну, это явно проапгрейдженный скаут. Потому что вряд ли он лучника уже строил и довел сюда. Проапгрейдженный скаут. И он видел меня через две клетки. Я его не видел. Поэтому он объявил войну. И вот первым успел взять что-то в руинах. Может, как раз и апгрейд лучника скаута взял. Но я сейчас попытаюсь его перехватить воином. Вот шифтом передвину война. Война-то он как раз не видит. И стараюсь этого лучника убить. Да, получилось. Очень хорошо. Поэтому вот эта обзорность для юнита в войне, особенно в нападении, еще раз повторяюсь, это очень классная фишка. Ну, и уникальные юниты Америки. Ну, про самолетик я не буду говорить. Там B-17, по-моему, называется. Очень я сомневаюсь, что мы доиграем. Вообще, как вы видели, мы в дуэлях до... Пожалуй, до нового времени даже не доигрывали никогда. Что уж там говорить о бомбардировщиках. Так вот, бомбардировщик фиг с ним. А вот Минитмены, которые заменяют у Америки Аркебузиры, тоже очень неплохой юнит. И судя по местности, по карте, они тут будут еще более неплохими. Напомню, они имеют плюс 15 защиты на пересеченной местности, а по самой пересеченной местности двигаются без штрафа. То есть, вот по лесам, горам, джунглям и так далее, они будут на два хода передвигаться. То есть, очень быстро можно их, опять же, перекидывать в нападение, ну и в защите держать. Вообще, они вот... Мало того, что у них будет бонус, например, вот если их поставить в лесу, мало того, что просто от леса бонус, так еще и бонус от того, что они Минитмены. То есть, они будут плюс 30% иметь к защите. И поэтому это очень неплохой, уникальный юнит американский. Ну, иду по воле. Я вот просто сейчас думал взять поселенцы и начать вырубать лес, чтобы построить великую библиотеку. Потом расскажу, почему. Но дело в том, что у меня местность такая нелесистая. Поэтому мне тут особо нечего вырубать на данный момент. Вот один лес только, одна клетка с лесом, все остальное джунгли. Поэтому пойду я по обычной своей республике, потом поселенец и вперед. Ну вот, пока не видно Америки. Непонятно, где он. Больше всего мне интересно, как он будет играть, через волю или через традицию. По идее, ну хотя он уже должен видеть, что я принял волю. То есть, ему должна вот, после того, как я вторую... Так, смотрим демографию. О, у него уже больше населения. У него Одиссабеба. То есть, Вашингтон до 4 вырос. У меня пока только 3. Явно где-то нашел... Ну, потому что у него не больше, не намного больше... Яблочки, не намного больше еды он получает. Видимо, нашел в руинах. Четвертого жителя. Ну, так, в принципе, пока нормально. Одинаково развиваемся. Я не вижу, что у него особо было лучше местность, чем у меня. Поэтому все нормально. О, не видно, что он там еще принял. Хм. Но, может, он не строил еще этот монумент. Это я, в первую очередь, Стеллу построил, потому что уникальное здание Эфиопии очень классное. Я религию быстро получу и так далее. А вот моему сопернику можно и повременить, видимо, с ним. Но, вот еще раз повторю, интересно, будет ли он идти через... Ага, он еще даже письменность не открывал. Я объясню, почему. Как бы я... Почему я про Великую Библиотеку заговорил там вначале? Потому что мы с HLDM часто играли. Ага, все-таки он по традиции пошел. Я вот знаю, что он любитель традиций, висячих садов, ну и, соответственно, Великой Библиотеки. Это такой джентльменский набор любителя игры через традицию. Это построить Великую Библиотеку, висячие сады и отжирать города. Один, два, там, как получится построить. Но я вижу, что он письменность даже не открывает. Как я это понимаю? Потому что у него 0% в науке. Вот вы обратите внимание, если вы видите, что у вашего соперника 0% в науке, а вы уже там давно играете, вот там, видите, там 15-й ход, в данном случае 19-й. Ага, вот внизу проход. Как всегда, это мои любимые карты, когда между двумя соперниками горы закрывают проход и проход всего одна клетка. Это самый, блин, шик. Значит, сейчас мы будем бороться за то, чтобы захватить эту клетку для прохода. Ну так вот, я хотел построить Великую Библиотеку, чтобы не дать моему сопернику ее построить. Понимаете? А при игре через волю вы быстрее ее построите, если вы начнете одновременно с соперником, чем при игре через традицию. Потому что у вас будет больше молотков и так далее. Но вы видите, что мой соперник даже письменность и не открывал. Это, конечно, может означать все, что угодно, но зная его манеру игры, скорее всего, могу предположить, что он просто прямой наводкой идет к математике, то бишь к висячим садам. Быстрее их открыть и построить. В принципе, конечно, я мог бы ему тут подгадить, но зачем? Мне как бы висячие сады вообще в моей стратегии никак не нужны. Но главное, что мы теперь понимаем, что у меня будет много городов, у него будет мало городов. То есть все как и всегда. Точнее, я так думал, что все будет как и всегда. Я немножко забегу вперед, скажу, что получилась очень такая необычная и, в моем понимании, странная игра. Во всяком случае, HL.D.M. много раз меня удивлял. Ну, для финала, в принципе, за игру, за второе и третье место, в принципе, это нормально. И я думаю, вам будет интересно за этим всем наблюдать. Уж поверьте, мне было интересно. То есть я все время сидел и думал, блин, что происходит, почему так вообще? Ну вот, видите, я своим скаутом открыл место. Вот это очень хорошее место для постановки города. То есть кто захватит это место, тот будет владеть картой. Видите, вот этот проход в одну клетку ведет к столице моего соперника. То есть мало того, что одна клетка, где горы, а потом еще и одна клетка к столице. Так что защищаться им будет очень классно. Ну, нормальный выбор, в принципе, игры через традицию. С таким местоположением было бы интересно еще посмотреть, конечно, что у него там рядом со столицей, какие ресурсы вообще, как столица расположена. Ну, сейчас я, видимо, отдам своего скаута за эту информацию. Но это важная информация, и скаута не жалко. Так, это я уже у Монако забрал поселенца. У Монегасков. Культурный вообще. Интересно, почему Монако в этой игре культурный город? Ну, черт, обстреливает меня. Не смог я его в столице увидеть. Там же казино сплошные. Надо было торговым, наверное, ставить. Или каким? Приморским. Ну, почему культурным? Или считается, что казино культуру распространяют? Ну, в принципе, что-то, конечно, в этом есть. Такое культурное влияние. Все едут туда, чтобы на деньги поиграть. Ну, ладно, отвлекся. Так, как видите, я все-таки не выдержал и решил в Адис-Абабе построить Великую Библиотеку, чтобы не дать это сделать моему сопернику. Это я все следил за демографией. У него все 0 и 0 процентов. Потому что явно после строительства висячих садов он примется за Великую Библиотеку. Поэтому не дадим ему это. Ну, видите, тут его варвары напрягают. Пускай они этим занимаются. Вот поселенец. И теперь быстрым сайгаком надо скакать к тому проходу и занимать его. Ну, вот как только получил бесплатного поселенца, я переключаюсь на еще одного поселенца. Потом я Великую Библиотеку позже вернусь к ней. И, ну, при воле, чем быстрее вы ставите города, тем лучше. Но вот этого поселенца я поведу прямо к той вот дырочке, чтобы занять это место и оттуда уже грозить американцу. Как мне пишут в комментариях, вам очень нравятся всякие исторические отсылки. Но это пока тут у нас идет разведка и расстановка всяческих городов и так далее. Никаких особых боевых действий не происходит. Давайте я опять немного отвлекусь и расскажу про Эфиопию вообще и Хайли Селаси в частности. Ну, вообще, очень удивительно, что Эфиопия аж до пятой цивилизации, до вот этого аддона не была представлена в игре. Потому что это одна из самых древнейших стран вообще на планете. Одна из древнейших на данный момент в том плане, что сохранилось название, вот приблизительно границы те же самые. Мало того, что из древнейших стран, государств, я лучше так скажу, из древнейших государств в мире, но и одна из древнейших христианских стран. Она одна из первых приняла христианство, ну, в принципе, там недалеко же до Израиля. Мало того, там очень интересно то, что в некоторой, в одной из церквей, Эфиопии, считается, что хранятся скрижали завета. Ну, считается самими эфиопами, естественно. Израильтяне и иудеи по-другому считают, по-моему, там, либо где-то под древним храмом Соломона эти скрижали спрятаны, либо еще, ну, можете мне в комментариях написать об этом. Потому что загадка потери и скрижали. О, смотрите, тут появился поселенец американский. Смотрите, он раньше меня успел построить поселенца, несмотря на то, что идет через традицию. То есть он, увидев моего воина, сообразил, что нужно быстрее ставить город в этом месте. Не ошибку у Николы не совершил, не пошел в развитие, пока я тут городами его окружаю. И вот сейчас, видимо, поставит город. Ну, я тут попытался на него напасть. Но, видимо, да, Нью-Йорк поставлен. Ну, ничего, раз, два, три. Вот, да, вот в этом месте я сейчас тоже поставлю город, потому что... Ой, там варвары, но они не убьют, слава богу, меня. Потому что надо сдерживать Америку. Он, к тому же, сейчас может скупить клетки рядом с городом, потому что они у него подешевле будут. В два раза дешевле, чем мне стоить. И будем ставить еще города в эту сторону. Да, ну, жалко, видите, что он успел... Ну, сообразил, что, блин, мы играем все-таки уже практически финал турнира. И, естественно, тут игроки соображают быстрее, чем в начале. Ну, вот, я сейчас быстро скуплю ближайшие клетки. Вот, достаточно этих двух мне достаточно. О, он там обстреливает моего несчастного дуболомчика. Убегаем, убегаем, убегаем. Вот, но, видите, тут, если от Харара нападать на Нью-Йорк, то не очень, конечно, позиция всего одна клетка прохода. Поэтому мне, видимо, надо через верхний путь еще как-то протиснуться. И вот сверху от Нью-Йорка поставить город. Вот, но это уже не этот вот поселенец, который появился. Это, наверное, хотя бы... Ну, просто, чтобы нормально развиваться, надо и в хороших местах ставить города. Но вот мой второй город, Харар, как бы это нормальное тоже место, потому что там рядом и ресурс роскоши есть, пряности, по-моему. Не вижу сейчас. И вокруг джунгли, благодаря которым город будет быстро расти. Ну, и потом можно будет их вырубить. Тут много холмов, с которых мы будем получать производство. Так что все путем. Хорошее место. Ну, видите, он уже покупает клетки. Правда, на одну ему только хватило клеточку. А сейчас я два города еще где-то поставлю вот рядом со столицей. Ну, в хороших местах. Вот я лошадки вижу тут. Можно... Ну, да, вот там, где мне нарисовано, в принципе, там и стоит ставить. Потому что рядом еще там жемчуг, лошадки. Для производства неплохое место. Единственное, там вырубать, конечно, придется немножечко джунгли. И потом уже надо будет выше Нью-Йорка ставить. Мне вот интересно, какие города... Будет ли он выше Нью-Йорка еще ставить город? Вот, потому что оттуда я как раз смогу к нему добраться. И вот сверху будет хорошее место для... Ну, относительно хорошее. Тут вообще нету хороших мест для атаки. Потому что все закрыто лесами, джунглями и горами. Но более-менее вот сверху от Нью-Йорка, если поставить там город и подводить туда войска, то очень даже неплохо. А пока продолжу свою историческую справку. Вообще, где-то до середины прошлого века в русском языке, да и во многих других странах, принято было название Абиссиния. А Эфиопия – это греческое слово, что удивительно. И означает оно «человек с обожженным или загорелым на солнце лицом». Вот так. Но Эфиопия, вообще, вот само слово «Эфиопия» где-то с 4 века уже употребляется. А до этого, как я и говорил, в европейской культуре, в принципе, было принято Абиссиния. И оно идет от аравийского названия «хабашат». Оно обозначало неаксумских подданных аксумского царя. Вот так вот. Про аксумы – это уже в другой раз. И преимущественно так называлось семитское население Эфиопии. То есть, евреи, там даже не евреи, там много других народностей было. Но семитская ветвь. И исторически просто они занимали ведущие позиции в элите страны. Так что, поэтому. Ну и вот родственные слова Абиссиния до сих пор в некоторых странах, как название Эфиопии, применяются. Например, вот по-турецки Эфиопия будет Хабишистан, а по-арабски – Аль-Хабаш. То есть, Эфиопия – это вот такое более мировое название. Ну, вообще, вот с середины прошлого века термин Абиссиния стал выходить из употребления. Так, ну вот я пока держу своего скаута у него в тылу. Но, к сожалению, он его видит. Вот, ведь он подвел лучника сейчас. И он этим лучником видит моего скаута. Не знаю, не смог я там. Ну, главное, что я Вашингтон увидел. Это самый главный итог. А вот как-то ему особо помешать там, разрушить что-нибудь, как я люблю. Или хотя бы, ну вот не могу. Сейчас я попробую через шифт хотя бы захватить этого рабочего. Смогу ли я это сделать? И не смог. Да, к сожалению, он успел намного мастер-фаст кликал. Успел быстрее меня перекликать и защитить рабочего лучником. Ну, историю Эфиопии я Вам рекомендую почитать. Очень интересно. Особенно вот это мне понравилось про Ковчег Завета. Напомню, что его следы теряются где-то в седьмом веке до нашей эры, по-моему. Не знаю, это в шестом или в седьмом. В общем, Навуходоносор разрушил первый храм в Иерусалиме и Ковчег исчез. И там много версий, куда он мог деться. Что его закопали, сохранили под храмом. Что его Навуходоносор вывез в Вавилон. Но одна из версий гласит то, что... Точнее, не из версий, а конкретно вот сейчас Эфиопская церковь, Эфиопская православная церковь утверждает, что Ковчег находится в городе Аксум под опекой священников собора Святейшей Девы Марии Сиона. И этот Ковчег считается величайшей святыней коптского христианства. Да, есть вот такие христиане-копты. Причем они ближе к православию, чем к католицизму. И вот поклоняются этим этому... Ну, он там спрятан, его там не показывают. Выносят копии только. И смысл... Почему как бы он оказался в Эфиопии? Что об этом написано Кебра-Нагаст. Это такой литературный памятник, или как-то сказать... Такое литературное произведение Кебра-Нагаст, в которой пересказывается легенда, согласно которой у царя Соломона и царицы Савской случился роман. И родившийся от этой связи сын, ставший впоследствии царем вот этого места, где сейчас Эфиопия находится, тайно перенес Ковчег Завета в Эфиопию. И он был помещен в Аксуме, потому что Аксума раньше была столицей Эфиопии. Вот, вот так. Ну, я тут пытаюсь немножко денежек с варваров получить, разбив их стоянку. До этого, вы уже видели, я у Женевы стребовал дань. А вот смотрите, что делает американец. Я такой фишки не знал при этом. До этого очередная такая, ну, можно сказать, читерская, это уже как вы к этому относитесь. Значит, он постоянно, каждый ход объявляет войну Женеве, разрушает ее улучшение, а потом заключает мир. Зачем он это делает? Затем, что с каждого улучшения за разрушение он получает денежку определенную. Ну, там немного, но по капельке, по капельке и накапливается. О, закончил Висячие Сады. Ну, о чем я и говорил в начале видео. Вот, любимая стратегия HLDM. Он сразу быстренько исследовал математику, висячие сады, даже без захода на письменность, без библиотеки. И вот уже к 38-му ходу имеет сады. Ну, население его столицы пока, в принципе, такое же, как у меня, но теперь после строительства садов будет увеличиваться очень быстро. Но, знаете, вот глядя... Ну, я, к сожалению, не всю территорию с его столицей раскрыл, но то, что раскрыл... Вот, видите, опять он атакует Женеву, разрушает и... Вот разрушил сейчас рудник и заключает мир. То, что ту территорию, которую раскрыл рядом с его столицей, она не очень хороша для отжора города. Для того, чтобы город быстро рос. Так что, возможно, вот путь через традицию в данном случае... Во всяком случае, я там у него реки не вижу. Вот, одной из самых главных проблем. Ну, может, она есть, просто у меня она не раскрыта. Видите, опять он объявляет войну в Женеве. Это... разрушает какое-то ее улучшение. Но я веду свои войска, чтобы... Вот здесь сейчас я его спрошу, что это он делает, почему он... Я просто вот с таким еще не встречался, действительно, в матчах, чтобы... Вот встречался с тем, что сами города-государства завоевывают. То есть, нападая на него, обстреливая и сразу заключая мир. Ну, минус этого подхода в том, что он таким образом со всеми другими городами-государствами портит отношения. И я не думаю, что в дуэли выгодно... Это выгодно. В дуэли выгодно брать дань большим войскам. То есть, когда у вас войска больше, чем у соперника. Вот видели, я у Женевы там, по-моему, 110, что ли, золотых взял сразу или... Не помню. И с каждым ходом эта дань будет только увеличиваться. Там потом уже и больше 200. То есть, чем более развит город-государство, тем больше денежек можно взять. Ну, вот мне объясняет, почему он это делает. А тут я понял, наконец-то, как это влияет. Ну, как видите, к 40-му ходу традиционное мое развитие. Через волю уже три города стоит. Подстрою немножко войск, уже достроены пирамиды. Вот в Адис-Абебе, возможно, не стоило уже так рано строить цирк. Хотя у меня, конечно, минус, по счастью. Но можно было бы еще один город уже поставить. В принципе, пока до десяточки не доходит, можно города оставить. А потом вы быстро подключите ресурсы роскоши и выйдете в плюс, по счастью. Ну, и вы видите, что я в столице переключился на поселенца. В это время еще и гражданство принимаем в социальных институтах. Сейчас у меня рабочие будут со скоростью метеора все строить и подключать. Так. Итак, четвертый город вот я выше поставлю, выше столицы. Не выше Харара. Хотя можно было бы, конечно, выше Харара и дальше вести сверху, вот там, где хлопок, видите, слева. И туда потом ставить город. Но все-таки сейчас, пожалуй, я вот выше, видите, где свинки, там камень. Правда, там, по-моему, нету, к сожалению, никакого оригинального ресурса роскоши, потому что и свинки, и вот эти пряности уже и так городами захвачены. Зато там очень хорошее место для развития. Вот поймы, леса. Так что, видимо, туда поведу. Либо еще можно вниз от Адис-Абебы, но там слишком много пустынь. Нету, к сожалению, речки и никаких крутых... О! Смотрите-ка, тут он куда уже дошел своим воинам. Но пока не буду подставлять скаута. Зато уже не вы стыбзили рабочего. Американец, видимо, сейчас будет грабить территорию Будапешта. Да, ну, пока идет игра на развитие. Никаких особо тактических и стратегических изысков вы не видите. Так что вернусь к истории Эфиопии. Точнее, давайте сейчас лучше не про Эфиопию поговорим, а про лидера вот в данной игре Хайли Селаси. Вообще, интересный выбор лидера. Я, конечно, понимаю, почему в Фераксис выбрали Хайли Селаси, потому что это, грубо говоря, самый раскрученный лидер Эфиопии. Если вас спросить, каких еще лидеров Эфиопии вы знаете, я думаю, что вы затруднитесь с ответом, как, собственно, все остальные. Но, по моему мнению, вы уж извините такой резкий тон, Хайли Селаси – говно. Дальше мы... Можно как бы в комментариях поспорить на этот счет, но история говорит об этом. И самое интересное, что, не знаю, вот кто изучал всякие религии или историю Эфиопии внезапно, есть такая религия ростофорианства. И Хайли Селаси считается этой религией богом. Тут вообще очень интересная история во всем этом. Начнем с того, что ростофорианство появилось на Ямайке. Смотрите, какое расстояние между Ямайкой и Эфиопией. И как вообще император Эфиопии Хайли Селаси мог стать богом религии ростофори. Объясняю. Но, кстати, смотрите, я решил все-таки Великую Библиотеку построить. Так уж и быть, раз мой соперник на нее не решается. Я к тому, что если ваш соперник не строит Великую Библиотеку, то вполне можно ее построить. Потому что даже больше не от бонуса того, что она дает бесплатную технологию, а то, что от нее будут рождаться великие ученые. Это... Вообще, как вы видите, я в дуэльных партиях строю чудеса из расчета рождения великих людей от них, а не от бонусов, которые они дадут. Блин, ну как всегда вовремя появились вару, вранив тему абсолютно, убили моего дуболома несчастного. Блин, то есть, вот то, что я разрушил их лагеря, не восполнит потери дуболома. Лучше бы и лагерь разрушил, и дуболом остался. Ну ладно, фиг с ними. Но вернемся к Хайли Селасии, Растафарианству и Ямайке. Вообще, Растафари, Растафарианство названо по имени собственной императора Эфиопии Хайли Селасия. Опять вы меня, наверное, спросите, а где тут вообще связь Растафари и Хайли Селасии? Где тут вообще буквы хоть какие-нибудь похожие есть? Объясняю опять же. Вы вообще прочувствуете, как все запутанно, как вообще, как это вообще все связано. Настоящее имя и фамилия Хайли Селасии Тефери Мэконнен. Хайли Селасии, он стал уже после вступления на, после коронации. Вот он взял такое императорское имя. А при рождении его звали Тефери имя и Мэконнен фамилия. Или еще Тафари Маккеннен. Еще вот так находится написание и произношение. Смотрите, там варвары рабочего захватили. У Будапешта может освободить их его. Или себе забрать. Так вот. Вот видите, уже Тафари у нас появилась. От Растафарианства есть Тафари. От Рас. Что такое Рас? Рас это титул. Это считайте, как князь. Вот в Эфиопии князь это Рас. И вот Рас Тефери, это собственно титул Хайли Селасии до вступления на престол, до того, как он стал императором. И вот отсюда и собственно название религии Рас Тафари. Рас – князь, Тафари – имя. Рас Тафари считают Хайли Селасии воплощением Бога, которого они называют Джа. Это вот собственно еврейского Яхве. Если вот написать Яхве английскими буквами и прочитать как бы по-английски, то Джа и получится. Это сокращение от Джахве, Яхве, Джа. Каким образом вообще Хайли Селасия стал считаться ямайцами воплощением Бога? Как оно вообще все связано? Оказывается, ну, вообще, согласно христианскому толкованию ростофарианской интерпретации Библии, чернокожие, подобно израильтянам, были отданы и Яговой, или Джа, в рабство белым, европейцам и их потомкам, колонизировавшим Африку, в наказание за грехи и должны жить под гнетом Вавилона. То бишь, в данном случае Вавилон, естественно, это не Вавилонское царство, а современная социально-политическая система, основанная на западных либеральных ценностях. И вот жить в ожидании пришествия Джа, который освободит их и уведет в рай на земле. И угадайте, где этот рай на земле? Да, он в Эфиопии. Ну, вообще странно, точно так же, как и сейчас странно представлять себе Израиль землей обетованной, так и Эфиопию раем на земле представлять. Ну и вот, и один из ямайских лидеров движения назад в Африку, Маркус Гарви, в одной из речей своих, или, как можно сказать, пророчеств, сказал, что нужно ожидать знамения пришествия, коронации черного царя в Африке. И многие решили, что это предсказание свершилось, когда в 1930 году раз Тафари, то бишь, князь Тафари или принц, взявший имя Хайли Селасии I, был коронован императором Эфиопии. Вот, вот, все идет отсюда, но вы прочувствуйте, как все закручено. Так, в это время у меня тут на карте я пытаюсь спасти своего поселенца от американского дуболома. Я случайно на него наткнулся. Я думал, что он пошел туда, в сторону Будапешта, а он оказался здесь. И не могу защитить скаутом своего, вообще ни одного юнита нету, которым можно защитить своего поселенца. Но пока вроде отбежал. Но, к сожалению, к сожалению, воин американский видит моего поселенца. Напомню, что у них, ну, способность уникальной американцев на две клетки их юниты все просматривают. И вот только сейчас вопрос, как будет действовать мой соперник. Будет ли он захванул? Ну, я бы лично, если бы я был американцем, я бы, естественно, попытался уничтожить поселенца. Тут нет вопросов. Вот видите, и переключился на 2D, чтобы... Да. Да, да, да. Так, к сожалению... Ну, давайте похвалим HLDM. Мастер фастклика. Вы видели? У меня только ход начался. Я вообще даже ничего не успел сделать, а он уже... Ну, понятно, что он сначала шифтом передвинул дуболомы сюда и сразу захватил. То есть... Быстро сделал. Но у меня даже возможности походить не было, как он уже захватил поселенца. Ну, вообще, меня тут уже просветили, что, оказывается, есть программки специальные, которые дают приоритет игровому трафику перед обычным. Но вообще это уже, конечно... Для цивилизации вообще какие-то такие приблуды довольно... Ну, блин, тут уже больше цивилизация уже начинает в real-time стратегию, что ли, превращаться. И поэтому я вот жду выхода нового аддона, где вроде должны как-то доработать вот этот сетевой режим, какую-то гибридную версию сделать, сделают пошаговую версию. Но пошаговая... Понимаете, проблема пошаговая, что все-таки немножко долговато. Долго можно с компьютером играть. Когда ты можешь там отойти, что-то сделать. А когда ты в сети пошаговую играешь... То есть, ну... Опять же, нормально это... Пошаговые дуэли еще могут быть. Но с большим количеством людей уже пошаговые сетевые игры будут растягиваться на несколько недель. Что, конечно, плоховато. Поэтому я вот жду аддона. Посмотрим, какие там изменения будут в сетевой игре. Иначе, вот видите, игра превращается в какой-то быстрый... Кто быстрее кликнет мышкой. Но с другой стороны, вы опять же видите, что главное все-таки победить стратегически соперника. Вот я играл с Николой, который меня полностью переигрывал в фастклике. Но... Стратегически он действовал неверно. И благодаря этому я все-таки смог задавить его армии. С другой стороны, естественно, мне пришлось затратить намного больше усилий. Так. Видите, я пока тут становлюсь в защиту, чтобы американский дуболом не смог захватить моего рабочего. Потому что он только на одну клетку сможет передвинуться, его воин, из-за того, что мой рабочий... Из-за того, что мои юниты его окружили. Ну и мне еще выгоднее, чтобы он ушел с этой клетки джунглей. Потому что тогда у него будет меньше защиты при нападении. Ну, мой соперник все продолжает разрушать окрестности городов-государств и заключать сразу с ними мир. Да, к сожалению, видите, потеря поселенца не очень хорошо. Но, опять же, повторю, что при игре через волю, при том, что ваш соперник играет через традицию, это не такая большая потеря. Вот если бы мой соперник тоже через волю играл, то, конечно, было бы потерять поселенца намного хуже. Потому что он бы тогда оторвался по количеству городов вперед и постепенно бы вырвался и по производству вперед. Тем временем у меня куча золота, потому что я... Ооо, какой... Блин, это я вовремя сюда рабочим передвинулся. Вы смотрите, что происходит. Вот такого я еще никогда не видел, чтобы соперник, играющий через традицию, против человека, играющего через волю, пошел в нападение. Это что-то очень интересное. Да, не успел рабочего захватить. Фигушки тебе. Слушайте, ну, блин, сейчас что-то будет. Слава богу, что у меня куча денег. Я могу купить... Сколько? Сколькими... Кого убило? Что-то я не пойму, кого... А, он все-таки из-за того, что мне пришлось... Ну, тут я думаю, что я отобью этого рабочего. Блин, не отбил. Плохо. Ну, вы смотрите, в общем... Слава богу, что у меня было много золота. Я смог купить метколучника. Я думаю, что двумя меткими луками и дуболомом я смогу отбиться от нападения. Но эти используют раз, два, три, четыре метких лука и дуболома. То есть, мой соперник идет через традицию. Он вообще конкретно... Он даже по воле ни одного цивика не взял, ни одного общественного института. Он просто конкретно идет по традиции. Но при этом строит армию и не для того, чтобы защищаться, а для того, чтобы нападать на меня. Я, вот честно, никогда еще такого не было за всю историю моих сетевых игр. Чтобы человек, играющий на развитие... Блин, блин, не успел я вылечить скаута. Не успел отбить своего рабочего обратно. Так, убрал он. А куда он убрал? Не понял, у него что... Лучник двигает... А, вон наверху, все понятно. Человек, играющий на развитие, на рост городов, при этом не растил города, а потратил начальные ходы на строительство вот такой вот армии. Ну и, естественно, разрушая постройки городов-государств, он копил деньги на то, чтобы апгрейдить лучников в метка лучников. И прийти этой армией, захватывать города соперника, который играет через волю. Это вообще очень интересно. Очень необычно. И прям даже не знаю, к чему это в итоге приведет. Давайте посмотреть. Так, обстреливает моего метка лучника вовсю. Ну, видите, я все города переключил на строительство метких луков. Ну, вы понимаете, что если я отобьюсь, то это будет очень сильный удар по экономике моего соперника. Потому что я уже в очередной раз повторяю, что игрокам, играющим через традицию, терять юниты категорически нельзя. Иначе, ну, они тратят очень намного больше. О, лечимся, лечимся, лечимся. Конечно, думаю, может... Ну, я сейчас подожду, пока меня еще тот лучник, может, обстреляет. Да, беру тут репрезентацию, представительство. Потому что у меня мало городов. Я явно сейчас буду еще больше городов строить. И в данном случае этот общественный институт полезен. То есть, если бы у меня было уже пять где-то городов, я бы взял меритокраси, да, если мне не изменяет память. Называется. А так как всего три, и мне еще много городов строить, то репрезентейшн. Да, к сожалению, этого лучника добить не удалось, но он из игры выключен. Ну, уже ясно, что мой соперник не сможет взять Харар. В любом случае атака провалилась, но попугал он меня знатно. Он, конечно, сейчас будет еще обстреливать, но видите, он уже... У него два лучника только осталось с более-менее зеленой полоской жизни. Захватил двух моих рабочих. Ну, что тоже подрывает немного мою экономику. И попугал. Ну, все равно я считаю, что для игры через традицию вот эта атака, она какая-то странноватая. Я не говорю, что традиционным игрокам не надо иметь армию, конечно, но для защиты, потому что... В чем смысл игры через традицию и игры через волю? Через традицию у вас больше населения, у вас больше наука, и вы лучше развиваетесь таким образом. У вас просто лучше... Быстрее появляются юниты, быстрее новые здания, и, соответственно, постепенно вы просто отрываетесь от противников, которые не так быстро развиваются, и в итоге выигрываете за счет того, что у вас раньше новые юниты появляются, и вы просто начинаете громить. Но это не сразу. Это происходит, если вы хорошо развиваетесь и сможете отбиться от нападения. При игре же через волю у вас выше производство, и таким образом вам надо строить как можно больше юнитов, чтобы воспользоваться этим преимуществом производства, и захватывать соперников. Но в данном случае мой соперник пренебрег своим развитием, то есть он сейчас не развивался, а строил юниты. При этом, так как производство у него хуже, чем у меня, то он потратил на это строительство намного больше сил, чем потратил бы я, например. И чего он достиг? Захватил только двух рабочих? Но это не стоит тех усилий, которые он потратил на строительство этих юнитов. Тем более, что сейчас, вот видите, он уже... Нет, еще не потерял, но он этого дуболома потеряет. Далее, я тут уже почти достроил в своих городах еще больше метколучников, и я не буду отсиживаться в обороне. Вот видите, он отступил своими лучниками. Я сейчас пойду добивать его армию, которая потрепана. У него нету где лечиться, но вот только единственный его лучник. Вот сейчас там на той территории лечится, но опять же, та территория спокойно мною простреливается. Мне достаточно подвести только лучников и обстреливать без всяких препятствий. И, то есть, конечно, если бы он захватил Харара, эта атака того бы стоила. Но, блин, ожидать... Ну, он, наверное, старел там по демографии, что у меня меньше войск. Но ожидать, что все-таки традиционник сможет вот так рано захватить город Вольника, это... Так, оптимизм такой прям зашкаливающий. Ну, давайте глянем на демографию. Что у нас? Ну, я везде на первом месте, кроме солдат. Ну, сейчас у меня они построятся, и все тоже будет зашибись. Конечно, вы можете сказать, что вот, если бы у тебя не было так много денег, все могло бы сложиться иначе. Ну, конечно. Так, если бы у меня не было бы много денег, я бы и армию уже строил бы до этого, а не отвлекался там на великую библиотеку и так далее. Я же все контролирую. Все должно быть, как-то сказать, в балансе. Гармоничное развитие. Значит, если я вижу, что у меня есть деньги на покупку юнитов, то можно отвлечься на что-то другое, в принципе. И мне вот этого купленного метколучника и апгрейдженного лучника потом хватило выше крыши для отбития атаки. Вот я ему пишу, что вообще очень странная атака сейчас только что была. Очень, очень я, в общем, удивлен тем, что сейчас произошло. То есть мой соперник самолично затормозил себя в развитии. Собственно, ручно это сделал. Я вообще тут ни при чем, в принципе. Ну и основываю религию. Беру плюс два золота за каждый город, который обращен в мою религию. И плюс 15, плюс один процент за каждого последователя в городе к производству. Плюс два. Я вот посмотрел по прошлой игре. Мой соперник брал эту религию. Очень выгодно при игре через волю. Потому что у вас много войск и очень много на содержание уходит. И таким образом у вас просто не будет уходить религия в минус. У вас будет содержание там где-то рядом с нулем. И вы сможете, я смогу содержать более крупную армию. Ну, смотрите, сколько у меня уже войск. Все, тут пора идти добивать соперника, где там его войска. Он вверх куда-то ушел. Это ему, чтобы добраться до Нью-Йорка и там лечиться, надо... А, вот он где стоит, собственно. Сейчас мы займемся... Ну, давай, давай, убегай. А я на твоих ногах подойду к Нью-Йорку с другой стороны, собственно. Ну и надо... Так, давайте металл кастинг. Нет, давайте, да, наверное, сначала верховую езду. Построим несколько потом коников, чтобы карагозить у него в тылу. Ну и быстро добираться до его лучников. А пока еще строим метких луков. Ну, от атаки, как видите, отбился я. Это было не очень сложно. Как-то мой соперник не очень, как мне кажется, продумал вообще саму атаку. Я уже не говорю о том, что... Я уже много раз сказал, что нападать при игре через традицию очень странно. Но и сама атака как-то не очень продумана была. Ну, видимо, посмотрел на мою демографию и решил, что у меня слишком мало войск, чтобы отбиться. Но и у него было не слишком много войск, чтобы атака прошла положительно. И он захватил бы город. Ну, видите, не забываем атаковать войска соперника. Не оставляем... Не даем ему возможность лечиться, отдыхать. Пользуйтесь теперь его растерянностью, потому что ему приходится отступать. Тем более, у него городов тут рядом нет. Ему придется довольно далеко отступать, чтобы до Нью-Йорка добраться. Это тоже одна из ошибок моего соперника, что он настолько неподготовленно сделал атаку. Но все-таки хорошо иметь город под боком, в который можно спокойно отступить и полечиться. Ну, пока давайте, наверное, продолжим рассказ про Хайли Селаси. В общем, про возникновение растафрианства я вам рассказал. Почему он стал богом. Ну, вот, вообще, наверное, меня можно обвинить в связи с недавно вышедшим законом в неуважении к чувствам верующих. Интересно, у меня среди слушателей есть вообще приверженцы растафрианства. Ведь я их бога говном назвал. Ну, все-таки для этого есть причины, потому что, ну, просто для примера, вот как Хайли Селаси закончил свой земной путь. Его задушили в больнице после революции, произошедшей в Эфиопии. Ну, он же был, правда, 80-летним стариком. Ну, вообще, официально считается, что он умер естественной смертью. Но неофициально пришедшие к власти, по-моему, военные, чтобы не было никаких проблем с властью и каких-то восстаний и восстановления императорского режима. Они его задушили в больнице, а тело закопали под полом в туалете. Правда, не в больнице, а уже в императорском дворце. Но все равно конец правления, как видите, печален. Очень сомневаюсь, что так могли бы поступить с правителем, которого любили. Так, проверяем, не хочет ли мне кто-то из городов-государств дать денег. Эти все трое нет. А вот Бухарест, да, кстати, это Бухарест, а не Будапешт. Давайте-ка, 140 золотых, очень хорошо. Хорошо. Интересно, вот видите, а мой соперник не может так попросить, потому что у него со всеми городами плохие отношения из-за того, что он разрушал вот эти их постройки. Ну и не забываем тут обстреливать. Так, вот, наверное, не очень я правильно сделал. Надо было вот этого лучника передвигать для обстрела, а того, который я передвинул, надо было направо на другого лучника направлять. Ну вот теперь я не совершаю ту ошибку, которую совершил в прошлый раз. Не отправляю поселенца без защиты. И поставлю сейчас четвертый город, а пятый город я буду ставить под Нью-Йорком. Вот с другой стороны, за этой горной грядой. То есть план поставить город там. И вот сейчас еще Великую Стену закончу. Буду скупать клетки с лесами, вырубать их, чтобы как можно быстрее Великую Стену закончить, чтобы она не досталась моему сопернику. Получается у меня отобрать рабочего, которого захватили американцы у Женевы. Мне рабочие не нужны, у меня их достаточно, они очень быстро строят улучшения. А вот... О, тут у него два юнита, я смотрю. Ну вот он зря, конечно, в сторону Женевы. Увел. Но, видимо, он надеялся, что я это не просеку. И думал там быстро их вылечить. Но, видите, я засек их. И этих двух метколучников я уничтожу. Как видите, мой соперник за счет своей атаки потерял намного больше юнитов, чем я. И так как это... Так как он через традицию идет, для него это намного более невосполнимые потери. Чем для меня... Я вообще как бы юнитов терял. Я, по-моему, потерял только двух рабочих, да? Двух рабочих и все. И все остальные юниты у меня сохранились. Так что... Я в полном расцвете остался. И сейчас надо воспользоваться слабостью моего соперника и идти... О, вот он, еще второй лучник. Так, ну у меня тут все хорошо, все идет по плану. Так, вот сейчас купим клетки. Потому что я дай им получил с городов-государств. Купим клетки с лесами. Вот одна клеточка и вторая. Все, и будем их вырубать. А тут сейчас подготовимся к расстрелу метколучников. Успею? Не успел. Блин, убежал он. Но ничего. Видите, он опять разрушает улучшение у города-государства. Нет, не надо нам войны. Вот видите, я тут не соображаю, что я могу сейчас поставить на пшеницу моего метколучника. И он будет доставать до метколучника врага. Так, куда делся-то? Видимо, он там на верхней ледовой клетке будет, где я его не вижу. И так бы я мог обстрелять лучника, но я ведь и не догадался. Ну, слава богу, отбились и восстанавливаем экономику, улучшаем клетки. Ну, мой противник идет по традиции, скоро он ее закроет. А мне после строительства Великой Стены я еще и построю поселенца, как я и сказал, и поставлю сверху от Нью-Йорка. Обратите внимание, что я Стоунхенш не строю, потому что религии мне и так достаточно... А, блин, тут холмы мешают. Ладно. Религии мне и так достаточно от уникального здания Эфиопия, от Стеллы. Ну, конечно, можно было бы ради очков инженера построить, но сейчас важнее Великая Стена. Так что, может быть, чуть позже... О, смотрите, тут он окружает меня. Черт, не уничтожается что-то его... Да, все-таки уничтожил. Ну, видите, не сдается HLDM. Не дает мне... Ну, не убегает без оглядки. А иногда огрызается и... Использует мои просчеты для того, чтобы поуничтожать несколько юнитов. Но, к сожалению, вот тот, наверное... Медколучник будет убит. Ну, зато я вот этого тоже прикончу в итоге. Все-таки словил его тут на этом пятачке. Смотрите, насколько я его по науке опережаю. Ну, знаете, я думаю, что он пошел к арбалетам и всякие дешевые науки просто не исследовал. Поэтому вот такой отрыв. Ну, я думаю, что у меня, в принципе, сейчас наука посильнее, чем у него. Но это пока. Потому что у меня все-таки великая библиотека. Это дает больше... О, я сейчас смогу вылечить этого медколучника. Главное, как всегда, не проспать этот момент. И так, и так, и так, ну... И-и-и... Проспал. Ну, смотрите, у меня даже еще не появляется иконка улучшения моего юнита, а он уже убит. Так как бы, насколько быстрее мой соперник может действовать. Это еще, кстати, вопрос о том, что вот многие почему-то считают, что у хоста преимущество. В данной игре хост я. Хост я, а мой соперник ходит быстрее. Ну, ничего. Приходится и так играть. Вот еще одна клеточка с лесом. Видимо, ее стоит тоже купить. И... Я не знаю, правда, строит ли мой соперник великую стену. Но я бы на его месте строил. Поэтому... А так как я смотрю у него там... Ну, я вижу, что у него отставание по науке. Я думаю, что он шел по дорогим техам карбалетам. У него, это значит, что по пути была Великая Стена. В общем, он вполне уже мог открыть ее и строить. К сожалению, непонятно. Вот не могу я увидеть около Вашингтона, идет ли строительство стены или нет. Но будем по умолчанию считать, что строят. И вообще, в принципе, быстрая постройка Великой Стены – это правильно. Потом можно уже будет сосредоточиться и на поселенцах, и так далее. Видите, я периодически поглядываю на демографию. Пока мой соперник меня опережает по производству. Ну, это, знаете, он явно переключился на строительство юнитов. Вот. Отходит быстренько. Ну, я думаю, что там я его тоже зажму. Ну, он, видите, он отходит не в сторону своих границ, а в сторону города-государства. Там я тоже смогу его зажать и добить. Так, два хода остаются до строительства Великой Стены. Ну, собственно, если на следующем ходу мой соперник ее не построит, значит, Великая Стена будет моей. В прошлых сериях я рынки так рано не строил. В этот раз уже решил, чтобы была поддержка, еще большая финансовая поддержка армии построить. Ну, правда, у меня будут деньги от религии, так что... Ну, почему бы не иметь много денег в самом деле? Тем более, можно будет покупать войска, апгрейдить их быстро, а не ждать, пока накопятся. А вот и мой соперник. Давайте-ка добьем, добьем. Так, остался один только метколучник у него. Следующим ходом, надеюсь, с ним расправиться. Так, ну, давайте обстреливаем. Неужели ему там... А, не есть куда отходить? Я думал, что ему уже отходить не... Во, еще один у него снизу появился. Вы смотрите, поддержка пришла. Но мы отступать не будем. Будем обстреливать. Потому что... Пускай я потеряю столько же войск, сколько мой соперник. Но для его экономики это будет большим ударом, чем для моей. Так, смотрим. Нет, он традицию все еще не закрыл. Никаких новых чудес свет у него не появилось. Да, хотелось бы генерала, конечно, получить. Это я, знаете, еще посматриваю, чтобы он честь не начал открывать. Вот что меня волнует. То есть, будет ли у нас одинаковое количество генералов, или у него там, например, будет больше их? Я думаю, что сейчас... А, вон у него генерал появился. Вот поэтому я и смотрел, есть ли у меня... Сколько мне еще до генерала осталось, и почему генерал у него раньше появился, а не у меня? Не открыл ли он честь? Не открыл. Значит, у него генерал только от войны. Только от экспы, которые получили его солдаты. Но мы совсем с вами забыли о Хайли Селасе. Вообще, он пришел к власти в Эфиопии не совсем по праву. Он вообще даже был не первым сыном у своего отца, который императором не был в принципе. Он был генералом при одном из императоров. Так, ну я тут стену построил, и разбираюсь потихонечку с остатками войска моего соперника. Да, добьем уже. Ну, не знаю. Я думаю, что вот эти два метколука и дуболом – это остатки... Это все, что на данный момент у моего соперника из армии есть. Но, правда, видите, генерал, что очень даже неплохо. Знаете, я хочу защитить своего раненого метколучника, чтобы мой соперник не мог подойти к нему на клетку и выстрелить по нему. Он же его видит. Ведь радиус видения у юнитов американских очень большой. Ну, и все, великую стену уже не может мой соперник построить. Теперь надо срочно строить поселенца и везти вот туда, где сейчас мои войска скопились. Выбираем поселенца. Три хода. Да, все быстро построится. Правда, дороги нет. А теперь стоило бы дорогу еще туда провести. И все будет просто замечательно. Пока у меня там город стоять не будет, я нападать на Нью-Йорк не собираюсь. Все-таки не очень удобное расположение у Нью-Йорка для атаки. Поэтому дождемся уже размещения города. Так. Ну, вот видите, он убирает войска. Не рискует нападать. Я закрываю как раз волю. И я решил в этот раз с закрытия воли взять ученого. Потому что HLDM такой серьезный соперник. Я не думаю, что здесь мне поможет преимущество в генералах. А вот против игры традиционника преимущество в науке – это хорошо. Тем более, что преимущество в производстве будет. Ну, видите, я у него увел великую библиотеку. И поэтому... О, и генерал наконец-то родился. И поэтому имеет смысл взять еще и великого ученого, чтобы совсем уже наука очень хорошо развивалась. Ну, как всегда, генерал родился в столице, которая очень далеко от фронта основного. Поэтому придется сейчас его вести еще. Ну, а рабочих, видите, перекидываю на строительство дороги. К тому пятому моему городу будущему. Ну, вот тут я как раз начинаю метаться, выбирать великого человека. Все у меня заранее не продумал. Метаюсь, не успеваю до конца хода. Наступает следующий ход. Все, метаюсь. И в итоге все-таки выбираю ученого. Я сейчас объяснил почему. Ну, во-первых, очень далеко чудеса, которые мне надо строить. Поэтому у меня великий инженер будет просто без дела стоять. Хоть великие ученые сразу начнут. О, даем. Берем денежку у Флоренции. Очень хорошо. О, берем денежку у Женевы. Очень хорошо вдвойне. Ну, ни Монако, ни Бухарец не хотят давать денежку. Так, ну, я, видите, решил у Женевы не брать до тех пор, пока не снизится. То есть, сейчас у меня Женева друг. Видите, зеленая полоска. То есть, она мне дает сколько-то очков веры. Ну, видите, я там клетки считал. Могу совершенно спокойно ставить город, слава богу, в отличие от предыдущих серий. Он нормально встанет. Вот как раз на хлопке между Флоренцией и Нью-Йорком. Ровненько от Нью-Йорка три клетки, от Флоренции три клетки. И вот на четвертой будет стоять город, как раз на хлопке, которого у меня нету. То есть, я еще и выиграю в счастье. Ну, то есть, не проиграю. У меня этот город не отберет нисколько-то счастья. Вообще, просто очень замечательное место. Так что, на всех порах побежит у меня поселенец к тому, вот к этому месту. Надо пока продержаться здесь своими войсками. Жалко, конечно, что вот прямо под границами Нью-Йорка будет. Видите, уже Нью-Йорк очень неплохо вырос. Но, что есть, то есть. Главное, что вот отсюда очень будет неплохо нападать на Нью-Йорк. Они справа через единственную клетку с горами. Единственное, вот видите, тут внизу эта клетка с болотом. Вот она не очень удачная. Жалко, что мой соперник ее не вырубил. К сожалению, она будет тормозить атаку. Но, что есть. В принципе, можно во время своей атаки туда направить своего рабочего и осушить болото. Но это вообще такой уже наглый маневр будет. Даст ли мне соперник этим заниматься, посмотрим. Ну, поселенец готов. Я, видите, еще строю водяную мельницу в Одисабебе. Это и для роста, и для производства очень хорошее здание. Но поселенец по имени Мингисту и фамилии Мариама отправляется основывать очередной город Эфиопской империи. И вернемся к императору Эфиопии. Итак, как же он к власти-то пришел? Он был десятым из одиннадцати детей своего отца раса Мэкконнена или Мэккканына. Не знаю, как правильно эту фамилию произносить. Так что, как вы понимаете, довольно трудно претендовать вообще на что-либо. Тем более, что его отец не был императором. Но, и вообще, его отец, ну, он был родственником, естественно, императора все-таки. По-моему, двоюродным, что ли, братом императора Менелика II. И поэтому Тефери, будущий Хайли Селаси, никаких шансов на трон не имел. Но, следующий император после Менелика начал там какие-то заигрывания с исламом проводить. Я напомню, Эфиопия – это православная страна, как ни странно. Христианская православная. И возник против него заговор, и на трон взошла императрица, дочь Менелика II, Заудиту. А Рас Тефери был признан при ней регентом и наследником престола. Вот как раз с титулом «Рас». Потому что он к этому моменту уже собрал много сторонников вокруг себя. Ну, там, проводил политику. Ему там выделяли области для управления. То есть я не хочу в это вдаваться. Смысл в том, что он поднялся политически к этому моменту. И поэтому и стал регентом при дочери Менелика. И надо отдать должное Халли Селаси. Вот в начале своего правления он, естественно, проводил реформы. То есть нельзя сказать, что он всегда был авторитарным. Ну, он был авторитарным правителем, но он делал, хоть что-то делал для улучшения жизни в своей стране. Там административную, судебную и прочее. Очень много реформ он провел. И во внешней политике он был активен. Лигу наций вступил. Что там еще? Ну, естественно, изучал, что там в Европе делается. Турне по европейским странам провел. И это еще он регентом был. Наконец, в 30-м году он становится императором. На коронации очень много всяких европейских гостей было. Ну, и вообще он уже, так сказать, пропиарился. Он создал первую конституцию страны. Вот как стал императором в ноябре. Созвал комиссию для создания конституции. Правда, она основывалась на японской конституции того времени. То есть, напомню, что в Японии тогда император был. Поэтому абсолютистская власть императора не обсуждалась, не ограничилась вообще никак. Но все равно конституция для любой страны – это очень важный шаг вперед в общественной жизни. И очень важно, почему остальные императоры Эфиопии этим не занимались. В общем, создал парламент, конституцию. В 1930-м году он попадает на обложку журнала «Тайм». В 1935-м году журнал «Тайм» признает его человеком года. Ну, вот как раз тогда произошла итальянская агрессия в сторону Эфиопии. Итальянцы пытались захватить. Там Хайли Селаси ездил в Лигу нации, выступал. И вот вы можете на ютубе найти это его известное обращение. Пытаясь призвать европейские страны защитить Эфиопию. Ну, долго не буду распространяться. Сначала там были победы над Италией. Но в итоге все-таки Эфиопия проиграла. Хотя, ну, просто Хайли Селаси еще и реформу армии проводил в это время. И он не успел ее до конца довести. Поэтому полусредневековая армия у Эфиопии была. Но очень достойно сражалась с европейской обученной итальянской армией. Но в итоге все-таки император покинул свою резиденцию и бежал из страны. Но надо отдать ему должное. Он не отсиживался где-то в эмиграции. Не ждал окончания Второй мировой войны. Он деятельно собирал недовольных итальянской администрации. Там сначала с территории Судана, по границам. Потом, по-моему, в 41-м году он уже действовал на территории Эфиопии. В общем, не отсиживался. Воевал вовсю и в итоге все-таки смог сохранить Эфиопию независимой. Англичане признали их союзниками в войне. В общем, все было хорошо. Далее, после окончания Второй мировой войны в 1950-м, наконец-то принята конституция. И, казалось бы, очень классное правление. Но, собственно, на этом все решения мудрые Хайли Селасии заканчиваются. Вообще, интересное наблюдение такое, что у большинства... Да, все практически замечательные лидеры, если они долго находятся у власти, у них что-то с мозгом происходит. Сносят кукушку вообще нафиг. И они начинают считать себя мессиями. Если не они, то кто? Это не только исторические и современные лидеры есть такие. Вы все их знаете. Казалось бы, в стране 130 миллионов, но почему только один человек может вменяемо управлять страной? Итак, вот я ставлю Гондор. Опять из «Властелина колец» это название. Неужели есть в Эфиопии Гондор? Вот откуда оказывается Толкин. Ну, неважно. Ставлю Гондор и можно, в принципе, начинать атаку уже. Так, да, хотелось бы уже религию получить. А, к сожалению, видите, Женева мне не хочет сейчас давать уже золото. Ну, я, видимо, потому что увел войска от нее. Вот надо сейчас еще одного подвезти и потребовать денюжку. Ну, так вот, после 50-го года все реформы закончились. Больше ничего хорошего для своих людей Хайли Селаси не сделал, только для себя. Более того, он распускает парламент. Не какие-то... Ну, я просто не хочу уже перечислять все проблемы. Скажу, что уже в декабре 60-го происходит государственный переворот. И главными заговорщиками оказывается... Ну, естественно, практически всегда эта армия организовывает перевороты чаще всего. Но к этому перевороту еще и примкнул сын Хайли Селаси. В итоге, правда, мятеж был подавлен. Один заговорщик покончил с собой. Главного заговорщика генерала Менгисту. Он тоже пытался покончить с собой, но как-то не очень качественно в себя... Ну, вот видите, Женева даст мне все-таки денежку. Не очень качественно в себя выстрелил. Так его вылечили. Сначала вылечили, а потом публично повесили в столице Эфиопии. Это вот по приказу бога ростофорианства, которое проповедует любовь к ближнему и отказ от западного общества. Вот такой бог Хайли Селаси. Ну и много раз голод случался в Эфиопии во время правления Хайли Селаси. Война с Иритрией была. Там, опять же, можно долго перечислять. В общем, в итоге в 1974 году опять очередная инфляция, много безработицы, ужасный голод, который за два года унес 200 тысяч человек вот к этому времени. И армейские части взбунтовались. Хайли Селаси отказался от престола, а потом в итоге его еще и удушили в больнице. Вот такой замечательный конец у бога Ростофори. Блестящее начало правления и такой вот позорный конец. Ты прекрасный пример, что выбрали тебя на 8 лет. Ну, правил ты хорошо. Ну, оставь после себя последователей. Все тебя будут помнить как замечательного правителя. Все будут относиться к тебе с уважением. Но нет, это же невозможно просто так от власти отказаться. Кто ж тогда страну спасет от чего бы то ни было? Только я один единственный могу. Нет, ни в коем случае. Это еще Хайли Селаси, кстати, император. Он типа вроде как по закону может править вечно. А есть люди, которых избирают, и они считают, что они все избранные навсегда. Ну и кто кроме них? Ну ладно, закончу я политическую агитацию. Рассказал вам практически весь курс лекций по истории Эфиопии. Вернемся к нашему матчу. Тут я решил заняться выполнением квестов от городов-государств. Пока копится армия, можно полазить по карте. Тем более, что я полностью ее контролирую. Видите, мой соперник зажат в своих границах. Ему никуда не деться отсюда. И я пошел улучшать отношения с городами-государствами. Тут я промотаю немножко вперед. Тут как бы ничего на самом деле не происходило. Я там квесты городов-государств выполняю. Тут вот мой соперник что-то подставил. Воин, и смотрите, что происходит. Он увидел, что я увел армию, ну немножко увел армию от Гондора. Опять же, я напомню, для того, чтобы городами-государствами заняться. И он решил, что это, опять же, время для нападения. Еще раз обращаю внимание на удивительный факт, что, несмотря на то, что мой соперник играет через традицию, он все-таки не... О, там мне Флоренция еще хочет денежку дать, смотрите. Он не отсиживается в обороне, а постоянно меня атакует. И как бы здесь вся вот эта игра больше скорее не я атакую, хотя я вольник и должен напрягать своего соперника. Именно мой соперник атакует меня. Удивительная ситуация. Потому что я привык, что я... Раз я играю против традиционника, я должен копить армию и, собственно, нападать на него. И вот все его вылазки, когда он на меня нападает, меня постоянно ставят как не в тупик, а очень удивляют. И я прям теряюсь, что делать. Хотя защищаться, по моему мнению, в ЦИИ намного проще, чем нападать. Ну вот, Флоренция опять нам денежку выдаст. Я уже потерял счет, сколько раз мне в этой игре города-государства помогали деньгами. Ну и мало того, что Флоренция помогла деньгами, я еще и квест Бухареста таким образом выполнил, который хотел, чтобы... О, вот тут хорошее место для города. Да, там офигенное чудо. Вот пророк родился. Успел я убрать все-таки своего лучника, метка лука, чтобы его... А, нет, я не успел. Все-таки. Ну, он очень быстр в этом плане. Так. Укрепляем религию, чтобы быстрое распространение. И пагоды, пожалуй. Потому что у меня будет и так много науки от моих стел... Ой, не науки, извините. Веры. А пагоды очень классное здание, потому что не только плюс два счастья дают, что для расселения важно, но и культуру и веру еще плюс. Так что очень неплохо. Ну и побыстрее распространить. Я сначала буду миссионеров покупать, а потом уже пагоды. И идем к арбалетам. Так, здесь... Ну, я не знаю. Мне кажется, это вот, опять же, вся армия моего соперника. Вон, видите, как ее так... Решил пустить на Гондор. Вы же понимаете, что у меня-то армия побольше. Просто здесь, рядом с Гондором, я считаю, что у меня тремя лучниками вполне хватит защититься от его нападения. Дорога построена, все хорошо. Смотрите, у меня даже экономика нормальная. Плюс семь золота. Можно армию строить выше крыши. Надо этим заняться, а не... А не рынками. Тем более, что... Видите, соперник в нападение пошел. Можно и воспользоваться его... Этим движением, если у него армии будет меньше... Смотрите. Блин, надо было не лучниками стрелять, а городом добить скаута. Ну, а своим скаутом я сейчас попробую обплыть и высадиться рядом с Вашингтоном. Главное, чтобы меня его юниты не видели, то это... Способность на две клетки аж смотреть, это круто. Знаете, он скаута, наверное, подвел, чтобы глянуть, сколько у меня там армии в тылу. И увидел, что у меня армии в тылу нет вообще. Блин, вот это классное чудо природы. Жалко, что я в универе... Смотрите, два яблочка и плюс восемь золота. Ты ставишь город, сразу на это переключаешься, и у тебя сразу плюс восемь золота, да еще и город растет при этом. Блин, вот это к тому, что надо исследовать карту постоянно. Надо исследовать. Вот рядом такое хорошее место было. Смотрите, у него уже там четыре метколука, правда, один раненый. Неужели он собирается Гондор атаковать? Или он собирает просто, чтобы Нью-Йорк защищать? Ну и вот я недавно видели, там демографию открывал на прошлом ходу. Я уже на восемь процентов опережаю моего соперника по науке. Он явно, видимо, карбалетом идет. Но... Удивительно такое для меня превосходство в науке. Хотя я играю через волю, а он через традицию. Я такого еще никогда не видел. Видимо, что-то у него там не заладилось с ростом. Потому что, конечно, несмотря на то, что у меня великая библиотека, оно не компенсирует большего выхлопа науки от городов с развитием по традиции. Потому что там их меньше, но у них больше жителей. Таким образом, выхлоп от науки выше. Ну, здесь я... Вот пытаюсь, да, вот сюда, к этому варварскому поселению, чтобы заслужить благосклонность Монако. А лошадки, это вот на тот случай... Ну, ими очень неплохо бороться против лучников. Правда, они похуже воюют, чем рыцари против арбалетов, но... Тем не менее. Тут проблема в том, что эти лошадки не могут отступать. О, блин. Уничтожил моего метколучника опять. Очень быстро. Ну вот, моя религия уже начала распространяться. Это хорошо. Значит, у меня сейчас будет много золота. Так, ну что, у меня под Гондором всего два лучника осталось. Это значит, что уже как бы не такая крутая защита, как была. Надо бы восполнять там защиту, и что-то перебрасывать кого-нибудь. Вообще, конечно, это моя ошибка, вот так опрометчиво, увести войска на разные не очень важные вещи. И мой соперник этим воспользовался сполна. Ну, точнее, как бы еще не воспользовался. Посмотрим. Ну, к тому, что двух все-таки юнитов я потерял. Ага, смотрите, у него уже колесницы. Он решил построить несколько колесниц. Тоже, кстати, очень правильное решение, потому что там местность хорошая, проходимая, и с помощью колесниц он получит более, как-то сказать, активную атаку, чем просто метколучниками. Так что мне надо будет сейчас как-то убирать своего. Метколука, боюсь, как бы он там не умер. Но я, видите, все-таки не от обороны. О, смотрите, что происходит. Успел я все-таки обстрелять его. Видите, он не шифтом передвигал, а просто вперед двинул. Вот это я зря сделал. Надо было убирать метколука. То следующим ходом он уже умрет. Но я шифтом... Блин, варвары на... За моего соперника играть. Но я шифтом, конем все-таки убью этого... Лучника на колеснице. Потому что он уже стрелял им и сейчас отойти не сможет. Так что нормально. Главное, метколука вот того не потерять, который... Возвращаем Бухаресту. Нам сейчас не нужны рабочие. У нас их и так много. Да. Теперь мы союзники Бухареста. Видите, тут все-таки выполнил я задание. Но не знаю, правильно ли я все-таки убирал войска от Гондора. Будет ли равноценно вот это союзничество Бухареста. Если бы какой-то город-государство прям у границ моего соперника был, тогда было бы круто действительно. А так, плюс к культуре это на данный момент не такое уж... Не такое крутое дополнение. Так, ну что? Так, ну что, как тут сработает? Да, убил я все-таки. Ну, смотрите, он шифтом тоже передвинул. А, убираем, убираем коня, коня убираем. А, я всех успел убрать, смотрите. И метколучника... Блин. Ну, что мне мешало дальше его передвинуть? Объясните мне. Почему он... Я... Почему я его оставил? Ой, и коника этого еще, все. Да. Как-то я очень странно своими юнитами распоряжаюсь. Но здесь HLDM полностью тактически меня переиграл. Видите, он все грамотно сделал. Уничтожил два моих юнита. Правильно тактически расставил свои войска. И атака на Гондор получается очень сильной. Так, ну я у него в тылу покуралешу. Кстати, смотрите, у него столица всего до десяточки выросла. А моя столица размером восемь или девять. То есть, у него конкретно проблемы с ростом его столицы. Для игры через традицию это очень нехорошо. Но он, видимо, видите, тратил время на строительство войск против меня, для атаки на меня. И именно поэтому рост его столицы затормозился. По-хорошему, вот к восемьдесят девятому ходу, ну, шестнадцать должна быть. Там, хотя бы. Пятнадцать, шестнадцать. Это вот нормальный размер для столицы человека, играющего через традицию. А десять это не очень хорошо. То есть, как бы я ему... А, девять у меня, видите, у меня столица девять, и я играю через волю. А у него столица десять, и он играет через традицию. Видимо, все-таки у него там место не очень хорошо, и надо было ему тоже через традицию играть. Так, ну что, очередной момент истины. Как мы будем действовать? Убиваем, 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 да? Это, видите, он, видимо, хотел на мое пастбище и... уничтожить... ну, уничтожить пастбище и за этот счет полечиться. Но он забыл, что у меня великая стена стоит. И он только на один ход смог передвинуться. Но у него плюс, что у него границы прямо к моему городу подходят. Вот, ему даже генералы не понадобились, потому что... Ну, я так город поставил, чтобы на Нью-Йорк нападать. Я же не думал, что Нью-Йорк будет нападать на меня. Поэтому вот, вот так вот. Да, не получилось у меня разрушить хлопок у моего соперника. Ну, и вообще как-то не удалось, особенно скаутам там ему навредить. Ладно, надо Гондор защищать. Или Гондар... Гондор. Смотрите, у меня только один там лучник с генералом остались. Как бы еще и генерала не потерять в этом месиве. Ну, смотрите, я по населению практически догнал своего соперника. Ну, вот по армии стал ему проигрывать внезапно. Зато очень сильно его опережают по науке. Так что очень странная игра получается. Ведь как обычно происходит. Играющий через традицию опережает по населению и по науке. Но проигрывает по армии. У нас же здесь все наоборот. Но я как бы считаю, что это в мою пользу идет. Потому что я восполнить армию могу намного быстрее, чем он города свои вырастить. Ну, смотрите, тут аж четыре уже лучника и дуболом. То есть ему скоро можно уже будет город мой брать. Вот как аукнулось мне в итоге отвлечение моей армии на задабривание городов-государств. Так. Надо уводить моего скаута куда-нибудь. А то он убьет его следующим ходом. Колесницей. Так, шифтом нападу на дуболома. И вот тут, думаю, может поставить крепость на месте коровок. Но, к сожалению, мне сейчас нечем защищать генерала. И все-таки попытаюсь еще так отбиться. Гондор не такой уж важный город. Я его смогу и обратно отбить, мне кажется, без проблем. Чтобы тратить генерала на его защиту. Так что генералу лучше по... Ого. Тут вовсю уже идет атака. Но главное генерала не потерять при захвате города. Видите, я построил несколько колесниц. Лучников на колесницах. Чтобы они быстрее бежали к месту борьбы. Потому что... Потому что они быстрее передвигаются, чем лучники. Правда, они чуть меньше наносят урона, но... Тем более, потом я их смогу проапгрейдить в рыцарей. И мне будет проще воевать с лучниками или арбалетами моего врага. HLDM подводит дуболома к городу. Видимо, хочет следующим ходом попытаться его взять. Ну, там у дуболома совсем мало жизни. Я думаю, что я смогу... А-а-а. Тут, видите, неразрушенный... Так, надо дуболома убивать. Неразрушенный этот... Боже, как его называют? Пастбище на коровках. Он следующим ходом будет лечиться, видимо, об это пастбище. И нападать. Вот тактически все верно сделано. То есть, он подошел, полностью разбил защиту моего города, подошел вплотную дуболомом, причем на разграбление пастбище он не потратит ход. И таким образом сможет... Итак, он лечим. Все, я успел убить, слава тебе Боже. Видите, не смог он захватить город, потому что дуболома я все-таки успел убить до того, как он лечим. Успели еще и коника полечить очень хорошо. Так, пока ему нечем захватывать город. Но у города ноль здоровья. Так, 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 так. Ну вот, желательно этого меткого лучника убить юнитом, не стрелковым, а на его место, чтобы юнит встал. И не давал юнитам соперника захватить город с этой клетки. Видите, там уже дорога подведена, уже HLDM построил. Вот я дурак. Вы видели? Я убил юнит, убил своим этим конным лучником вот этого находящегося перед Гондором метка лука. И мой соперник сразу воспользовался и по дороге передвинул еще одного дуболома и захватил Гондор. Мало того, что он его захватил, он еще убил в нем метколучника моего и моего генерала в этом городе. Нифига себе, вот это я лажанул. Так, причем это я сам, сам привел соперника прямо к вратам города. Расчистил для него место и он захватил. О, арбалеты. Но мне до арбалетов тоже один ход остался, так что тут не страшно. Но видите, он вообще бросил всю науку, поэтому и отстает по науке на открытии арбалетов. И только на один ход меня опередил. Как бы это ему не особо поможет. Надо мне после арбалетов еще открывать рыцарей, чтобы бороться с его арбалетами. Ну тут я предложил сделать сейв, потому что партия явно затянулась, а мне надо было раненько вставать на следующее утро. Но вот HLDM говорит, что ему еще 10 ходов надо. Да, видимо, он планирует через... Убегай, убегай. Видели? У меня даже юнит начал двигаться по карте и все равно убил он его. То есть насколько быстрее. Ну не важно. В общем, HLDM хочет, видимо, за 10 ходов разгромить меня. Ну что ж, дадим ему эти 10 ходов, чтобы уже потом партию не продолжать правильно. Можно закончить сразу и все, чтобы потом не откладывать. Так, ну я сейчас своих конных лучников отвожу в сторону. Благодаря тому, что они аж на 4 клетки могут передвигаться. Я могу их как бы спрятать в засаде. И если сейчас мой соперник на Харар по дороге пойдет арбалетами, я на арбалеты буду нападать вот своими этими конными лучниками. Но вообще, конечно, Гондор я гениально потерял. Ну, в принципе, город, мне кажется, пал бы в любом случае через несколько ходов. Надо было мне еще стянуть туда войска. Но потеря генерала вот таким образом и мое дебильное решение обстрелять лучника, который мешает проходу юнита, который может захватить город, это очень странное решение. Ну, ладно. Еще раз напомню, что при игре через волю потеря города – это не очень такое страшное событие. Это вот при игре через традицию, может быть. Ну, может, там еще ему сейчас пришлось захватить, хоть и марионетку. Марионеткой он сделал Гондор, но может он... Вообще, я бы на его месте, честно говоря, этот город разрушил. Я не знаю, зачем он его захватил и сделал марионеткой. Да, как-то у меня не очень много на данный момент войск. Ну, что ж, будем восполнять. Так, вот у меня уже один композитный лук, который можно проапгрейдить в арбалет. Так как денег много, а апгрейдить больше нечего, то куплю в Хараре кузницу, и таким образом я смогу быстрее строить юниты в этом городе. И тут пять ходов до рыцарства. С помощью рыцарства я намного... Ну, вот, как только мой соперник захватил Гондор, он занялся своим любимым делом – разграблением городов-государств. Ну, это обратите внимание. Сейчас Женева как бы просит о помощи, и поэтому убийство любых юнитов моего соперника будет добавлять мне очки влияния на город-государство. Это еще один минус вот этой стратегии, которым действует мой соперник при нападении на города-государство. Теперь я смогу за его счет еще больше повышать влияние. Так что не знаю. То есть я не думаю, что это вот более правильно, чем... Ну, с городов-государств, мне кажется, лучше дань брать. Для этого нужна армия побольше, чем у соперника. Вот и все. И таким образом, а так как это дуэль, я еще раз напомню, то соперник у вас только один, и вы вдвоем. Вы вполне можете регулировать размер своей армии, чтобы получать побольше прибыли с городов-государств. Ну, да, пока нападать на арбалеты конными лучниками не стоит, а вот арбалетами просто вполне можно. Не торопится HLDM нападать на Хараро все-таки. Видите, он по Женеве пошел. Ну, еще таким образом можно же лечить свои юниты, поэтому может быть, что и нормальные. Так. Ну, не знаю. Вот я жду, если только два юнита, которые тут у него есть, и остальные он подводить не будет, то можно... Нет, видите, подвел все-таки. Так, убегаем, убегаем, убегаем. Главное, вот он эти мои юниты здесь не видит. Вот я сейчас пододвигаю так из расчета две клетки от моего соперника. То есть у него видимость сейчас вот по пшеницу вот эту. И он не видит, что у меня здесь арбалет. Я сейчас попытаюсь его арбалетов как бы немножко выманить вот сюда, ближе к Хараро, чтобы они попали в ловушку моих войск. Хочется вот, да. Вот видите, я передвигаю так, чтобы он их не мог увидеть, вот эти мои войска. Но как бы мне не потерять вот арбалеты, которые на острие. Ну, миссионер куплен, это хорошо. Вот Женева просит помощи еще раз. И значит, будем убивать юнитов американцев и получать от Женевы... Ну, дружить она с нами будет за это. Так, подготовимся. Итак, ждем конца хода и надо убирать арбалет. Убираем, лечим. Фу, успел. Так, нормально. Вот это очень хорошо, что он вовремя вылечился. Мы стянули на него все удары и все. Соперник мой использовал всю атаку, которых у него там было. Два или три арбалета и вот этот дуболом. И теперь можно спокойно своими юнитами нападать. Так, дуболом готов. Пододвигаем арбалет по дороге. Очень хорошо. То есть мы оттянули атаку. Вот видите, он убирает арбалет. Так, смотрим, какому арбалету больше нанесется урона. Вот этому. Еще удар. Так, чтобы как можно больше юнитов смогло напасть на этот арбалет. Действуем. Да, видимо сюда можно поставить. Тогда мы арбалет, который под Женевой, перекроем ему проход. К сожалению, не убили арбалета, но даже такое как-то ранение уже хорошо. Ему придется уйти. А вот тот арбалет, который прямо под Женевой, видимо, уже мы уничтожим. Он явно нами заперт. Ему там убегать сложно так. На Женеву распространим. И потом еще на Флоренцию. И все, нам больше миссионеры не нужны, в принципе. Ведь иудаизм и так очень весело распространяется. И смотрите, у меня, несмотря на то, что большая армия, золото аж плюс 12. Так что еще юнитов можно строить и строить. И это именно благодаря религии. И именно поэтому я брал Эфиопию, чтобы не испытывать. Все-таки вылечил и успел убрать. Но нам вот этот арбалет теперь будет нашей главной целью. Передвинуться он на одну клетку только может. Видите, он лечится за счет фермы Женевской. И вот передвинулся все-таки. Только одна клетка у него. На движение. Ладно. В общем, не получилось у него воспользоваться плодомод. Получаем генерала все-таки. И еще быстрее сейчас будут у нас строиться юниты. Так что... Впереди у нас не все так плохо, как казалось после сдачи Гондора. Видите, я даже в столице не боюсь строить чеченицу. Построим чеченицу. И у нас счастье придет в норму. Еще будет больше очков великого инженера от чеченицы. Так что нормально. И попытаемся сейчас, может быть, отбить Гондор обратно. Немножко вперед. Там я не успел убить все-таки арбалета. Но вот тут, видите, что происходит. Мой соперник ведет генерала. Причем, обратите внимание, куда он хочет поставить крепость. Вот немножко забегу вперед. Он поставит крепость вот именно в том месте, куда он сейчас генерала и поставил. То есть многие, наверное, из вас хотели бы поставить... Ну, поставили бы крепость вот на том месте, где сейчас копейщик с рабочим стоит американский. Мой же соперник более, как-то сказать, изощренно, более с выдумкой или как-то... В общем, он соображает, что он делает. Очень хорошо соображает. И вот это место для установки крепости очень правильное. Почему, вы поймете немножко дальше. Вот сейчас я ее хочу перехватить. Видите, для этого передвинул генерала ближе. И следующим ходом, собственно, буду перехватывать крепость, которую поставил мой соперник. По науке я не отвлекаюсь, иду по военной ветке. Тем более, что скоро Аркебузиры. Это значит, что у моего соперника появится его уникальный юнит Минитмены. И уже перейдет война в фазу борьбы мушкетов. Правда, он все-таки отстает от меня по науке. Поэтому хочется верить, я приду к Аркебузирам раньше. Ну вот, я открыл рыцарей, и поэтому сейчас всех своих конных лучников апгрейджу в рыцарей. Ни один из них, кстати, не успел заработать повышение. Поэтому мне не жалко производить этот апгрейд. Потому что никаких я продвижений не теряю. Так, ну что, готовы к тому, чтобы ставить... Ээээ, успели... Успели поставить крепость. Мой даже Арбалет выжил при этом. Очень хорошо. И давайте обстреливать Арбалет врага. Ну, видимо, его Арбалет умрет следующим ходом. Очень хорошо. Вот видите, у меня уже... У Женевы поднялось... Было красным почти наполовину отношения ко мне. А теперь поднялось. Это именно из-за того, что я убил несколько юнитов соперника. А Женева просила как раз их убивать. Какая кровожадная Женева. Так. Ну, насчет постановки крепостей. Еще хочу заметить, что я не очень... Не советую ставить крепости ради захвата города. Человека, который играет через волю. Ну, если у вас сказать, что там уже переизбыток генерала в штуке четыре. Дело в том, что, опять же, повторю. Очередной раз. Что потеря города игроком, который играет через волю, не очень страшна. Тут столько страшна потеря столицы. Потому что это проигрыш. И поэтому вот захватывать второстепенный город вольника, используя крепости и генералов, это, ну, по-моему, расточительство. Потому что это отыгрывается очень быстро, постановка еще одного города. Вот захватывать города людей, играющих через традицию с помощью крепостей, это да, это правильно. О, а вот теперь смотрите, в чем была тактика и идея моего соперника. Он все сделал абсолютно правильно. Вот он за счет того, что поставил крепость ниже, он оставил себе место вот для этой второй крепости. То есть у него уже был генерал, два генерала. У него уже было два генерала. И он использовал первого генерала как отвлекающий маневр, но при этом отъел территорию, которая... О, можно опять денежку попросить, это я люблю уже, двести золотых, очень хорошо. Я уже столько денег набрал, да, я в этой игре, наверное, штук восемь раз к этому моменту просил. Ну так вот. Да, я вот ему напоминаю, что сейв делаем. Он, поставив таким образом крепость, вывел моего генерала, то есть чтобы я отъел эту крепость. Потому что граница, понимаете, к моему городу присоединилась, вплотную пододвинулась. И как только я абсолютно предсказуемо подействовал, как он и ожидал, он сразу поставил и второго генерала, которого я не видел. Поставил крепость и захватил мою крепость и получил ту позицию, которая ему была нужна. Более того, он там починит эту крепость под моим городом, который я сейчас разрушил. И мой город будет обстреливать юниты, которые внутри города на защите стоят. Вот я тут решил проверить, что тут у него под Гондором. Ну, я думаю, что надо Гондор захватывать. О, копейщики. Следующим ходом убегать, убегать, убегать. Ну, на данный момент у меня армия опять больше, чем у него. Арбалеты и рыцарей. Он еще рыцарей не открыл. Поэтому я тут не вижу пока у меня никаких проблем, несмотря на эти крепости под Хараром. И у меня тут такая еще пришла идея, что Харар вообще можно бы и сдать. Объясню почему. Помните вот прошлый матч против Николы, там Неаполь, крепости. Если я сдам Харар и захвачу его обратно, то все эти три крепости станут моими. Ну, вот тут HLDM просит загрузить. Объясню почему. Мы в прошлой игре на 105-м ходу сделали сейв. Причем пока я делал сейв, он там уничтожил несколько моих юнитов. А сейчас, когда мы загрузили сейв, все мои юниты живые. Объясняю вот для HLDM. Правда, странно, что он этого не знает. Ну, и для всех, кто играет в сетевую игру. Вот вы можете во время хода походить всеми своими юнитами. И после хождения юнитов сделать сейв. Но загрузив его, он будет все равно с самого начала хода. То есть, это специально так и сделан сейв для того, чтобы все были в равных условиях. Поэтому не стоит там убивать юнитов соперника быстрее, быстрее, быстрее во время сейва. Чтобы потом при загрузке он оказался без армии. Этого не будет. Сейв загрузится, и все его юниты станут опять живыми. То есть, все вернется к началу хода, когда был сделан сейв. Собственно, вот сейчас такое и происходит. Поэтому все мои юниты... Короче, я решил действовать по этой схеме, что отдать харар. Отдать харар, но при этом сразу его забрать обратно. Поэтому я там концентрирую юниты за ним. Как только мой соперник захватит харар, я его отобью, и все три крепости станут моими. Ну вот, я чеченицу тут закончил. Теперь у меня счастье опять в плюсе. Так, думаю, кого тут убить лучше. На кого больше... Нет, больше арбалет стреляю. Стреляю. Значит, я городом убиваю пикинера, а арбалетом убиваю... Не убиваю, а раню арбалет соперника. Ну и чтобы харар как можно быстрее отбить, видите, я в столице решаю строить катапульты. Тем более, что скоро они в три бушеты будут апгрейдиться. А своего великого инженера, который ждет своего часа в столице, я потрачу на Нотр-Дам. И у меня никаких проблем с счастьем еще и не будет. Так что... Меня просто удивляет, что мой соперник все еще до сих пор занимается атаками. То есть он играет через традицию, не может успокоиться, видите, нападает на мой харар. Он опять же забывает, что я играю не через традицию. Мне... Потеря города для меня не... Очень страшна вообще в принципе. Ну, да, неприятно, но это все восстанавливается. А вот ему потери юнитов, потери генералов... Ему генералов надо было использовать для защиты от моего нападения. Ну, хорошо, вот ты сейчас захватишь город, потратив генералов и несколько юнитов. Так я его сейчас обратно заберу, и все пойдет по-прежнему. У меня будет куча войск, которых я строю, которых уже больше у меня, чем у соперника. И будем захватывать... Вот еще, опять же, удивляет, что он Гондор не разрушил. Но, в принципе, он Гондор может разрушить в любой момент. Если вы захватываете город, то вы можете зайти на него, и там будет кнопочка «Race the City» или по-русски «Разрушить». И все, и вы его можете спокойно разрушать. Так, что, могу убить? Точно. У Флоренции захватил рабочего. Ну, и возвращаем его. Флоренции, разрушаем крепость. О, у него уже рыцари тоже появились. Но он вовсю, смотрите... Но он все-таки чуть-чуть отстает от меня по науке. Медленнее открывает вот эти техи. Более того, у меня еще и другие технологии кое-какие открыты. Ну, правда, так как у него пикинеры, то он пошел по гражданской службе, явно уже построил университеты в городах. То есть, возможно, чуть-чуть уже догоняет меня. Ну, посмотрим. Тут главное преимущество не в науке, а преимущество в армии. Оно на моей стороне. Ну, вот видите, я концентрирую кулак для захвата Гондора. То прошлые игры меня научили тому, что я юниты подставляю по одному. О, как много отнимает арбалет, блин. Так может, его... Кого там убило? Что-то я не понял. Так можно уже, может, рыцарями захватывать. Тут Гондор, действительно, и не ждать никого. О, решил убрать колесничку. О, он его разрушать стал. Ну, вот о чем я и говорил. То есть, давно надо было сделать. Да, к сожалению, я не захвачу Гондор. О, зато генерал родился. Очень, очень вовремя. Очень мне это нравится. А кого убило-то? Что-то я услышал звук, что убило кого-то. А кого именно я не... А, этого рыцаря, который у меня стоял на разрушенной крепости. Да, надо было его убирать. Что-то я проспал. Ну и зачем он сюда своего рыцаря передвинул? Посмотреть, какие у меня войска стоят. Ах, черт, не успел я его убить. Да, и можно рыцарям отступать. Главное, не оставлять войска под ударом этих двух крепостей. Так как у меня рыцарей много, то я смогу их разрушить. Ну, в общем, план отдачи Харара пока не будет работать. Потому что, похоже, у моего соперника просто нет войск, чтобы захватывать Харар. Ему бы сейчас Нью-Йорк удержать. Ну и надо в Адис-Абебе строить поселенца, чтобы ставить город на место Гондора. Потому что сейчас Гондор, к сожалению, будет разрушен следующим ходом. Не смог я его взять. Тут везде, видите, катапульта, требушета. Это все для взятия уже Нью-Йорка будем использовать. Так, кто тут у нас? Ага, видите, пикинера выставил, чтобы я не смог своим рыцарем его арбалет уничтожить. Тоже все правильно, все по тактике, все верно. Очень тактически грамотно действует мой соперник. Единственное, что стратегически похоже в главная ошибка. То есть, я даже не вижу... Здесь я как бы ничего и не делал. Тут все сделал мой соперник сам. То есть, его постоянные нападения на меня, это очень удивительно. Но оно просто не может сработать при игре через традицию. При игре через традицию, когда ты... Я понимаю, если бы я тоже играл через традицию, то я бы уже давно ему проиграл, конечно. Конечно, столько войск, у меня бы их было меньше, и он бы меня захватывал. Но я-то играю через волю. Мне не жалко отдать город. Мне не жалко несколько юнитов по размену отдать. Я бы даже так и не сказал, что вот в игре я намного больше, чем мой соперник, терял юнитов. Примерно одинаковая ситуация, поэтому... Сейчас я вот накоплю войск и... Вообще пойду тут. Единственное, что местность не очень хорошая для адекватного нападения. Но посмотрим. В любом случае, мой соперник не ушел далеко по науке вперед. Да, не смог я все-таки убить. Тетарбалет. Ну, хоть вот так. Зато смог пикинера уничтожить. Вообще, надо было сначала генерала, кстати, подвинуть, а потом уже нападать на юнитов. Больше бы урона нанес. Ну, ладно. А кто-то у него скаут. Он скаута поставил. Зачем он тебе сюда скаута так подставляет? Странно. Ты же что-то задумал? Куда-то пробраться хочет. Ну вот, концентрируемся здесь сверху Нью-Йорка. Дождемся поселенца. И можно будет начинать нападение. Уже не стоять ждать, как я в прошлый раз это сделал, а нападать. Ну вот, мой соперник все никак не успокоится. Подставляет юниты зачем-то. Скаут как бы не особо сильный юнит, чтобы его подвыстрелил и арбалетов. Если бы он не стоял на крепости, уже был уничтожен. Да. Ну, если бы у моего соперника было побольше армии, он все-таки брал Харар, то вот я вам рекомендую еще такую стратегию. Харар отдать, а потом его отбить обратно. И все крепости, которые ставил мой соперник, вернулись бы, стали бы нашими. И все. Его бы атака захлебнулась. Ну, а я концентрирую уже войска. Тут как бы на развитии никакого смысла играть дальше нету. Подготавливаю поселенца и пойду захватывать Нью-Йорк. И вот опять же мой соперник мне помог тем, что сам пошел на меня атаку. Потерял двух генералов отдал. Потерял несколько юнитов. То есть генералов у него явно больше нету. И не скоро появятся. То есть как только они появились, он сразу вот их использовал для того, чтобы поставить эти крепости. Вот он продолжает подставлять зачем-то пикинеров для того, чтобы я их обстреливал. Ну, его право. Не могу ему запретить. Так, здесь вот сейчас рыцарем, видимо, уничтожу. Ну, шифтом передвинусь на крепость и уничтожу крепость. Так, здесь мы ждем постановки. Вот смотрите, раньше Харар, когда я ставил Харар, тут были границы Нью-Йорка. И границы прямо подходили к моему городу. Но так как Харар... Извините, Гондор, Гондор. Так как Гондор был захвачен американцами, то стали границы его. И когда он уничтожил этот город, то границы отодвинулись от того места, где находился город. Как бы это тоже надо учитывать. И теперь мне намного проще будет поставить город, и он займет то место, которое раньше было американским изначально. Даже когда я еще Гондор не ставил. О, тут Флоренция вообще меня офигенно любит за что-то. А, я же им поотдавал рабочих, которых я у американцев позахватывал точно. Вот, Монако мне сейчас денежку опять даст. Ой, много, много я денег тут с городов-государств встряс. По поводу того, как хорошо контролировать карту. Потому что, вот видите, при игре через волю у вас много городов. Вы таким образом контролируете больше карту. Больше территории занимаете. И, соответственно, можете наезжать на большее количество городов-государств этакими гопниками. Поэтому все-таки в дуэли развитие через волю намного больше, намного лучше, чем через традицию. Единственное, что вот мне интересно, еще через честь может быть. Но проблема развития через честь, что невозможно так много города ставить, как через волю. Там города долго будут строиться. Поэтому воля и честь, то есть сначала закрываем волю, а потом принимаем честь, пожалуй, это лучший выбор для дуэльных карт, когда вы, ну, на Пангеи, то есть когда вы встречаетесь с соперниками. Там, если вы на континентах играете, то там, возможно, еще будут какие-то варианты. Здесь же все-таки, пожалуй, воля. Ну, у меня уже юнитов некуда ставить, поэтому решил я выдвигаться рыцарями вперед к Нью-Йорку. Хоть посмотрю, что там у него творится. Как-то юнитов у него особо не видно. Он, видимо, их отвел поближе к Вашингтону, там полечить. Здесь всего лишь один пикинер, но это не очень сильная защита даже. Ну, надо было шифтом передвигать сюда рыцаря, блин, а не вот так, как я сделал. Он же следующим ходом умрет, елки-палки. Да, еще и пикинером напал. Ну, не знаю, если успею вылечить. Не сомневаюсь я, что он выживет, конечно. Но нет, без вариантов. Шифто он передвигать, не тупить. Ну, ничего, у меня есть еще силы в запасе, кем нападать. Построено с помощью великого инженера Нотр-Дам. Теперь у меня счастье немерено. Даже можно еще какой-нибудь один... То есть, вот я сейчас поставлю на месте Гондора город, и еще один город можно будет поставить. Так, убиваем тут всяких пикинеров, которые в крепостях стоят. Правильно, убирайте его. О, еще один есть свеженький. Ну, тренирует он их, что ли, на моих арбалетах или что? Но, как вы понимаете, даже если он сдаст эти крепости ниже Нью-Йорка, это очень неудачный проход к городу. Вот, намного более удачный вот этот. Я, видите, сейчас шифтом буду передвигать всех рыцарей. И, собственно, займу всю территорию сейчас под Нью-Йорком, используя шифт. И заодно и арбалеты. И буду арбалетами стрелять вообще. Главное еще генерала передвинуть так, чтобы его не потерять. Да, вот сюда, под защитой рыцаря. Да, проверяю, что у всех автомат включен, то есть, что они на шифте. И сейчас подтягиваем еще три бушеты туда же. И вот оттуда будем захватывать Нью-Йорк. Опа! Красота! Сейчас мой соперник очень радуется, увидев полностью заполненную рыцарями местность Нью-Йорка. Ну, он зачем-то обстреливает арбалеты. Ну, он думает, что я вот прямо сейчас уже буду Нью-Йорк захватывать. Он не знает, что там три бушеты идут. Я бы на его месте все-таки рыцарей обстреливал, потому что они будут очень часто его напрягать, нападая на арбалетов. Ну, тут, честно говоря, вы видите, что моя армия тотально превосходит. Ему еще, к тому же, будет сложно обороняться под Нью-Йорком, потому что, видите, такие горы. Он может только по дороге подводить своих юнитов. Дорогу я перехватил. Ему надо с двух сторон еще обороняться. Ну, я думаю, что со стороны Харара ему надо уже сдавать территорию. Ну, пикинеры хороши, конечно, но у меня есть, слава богу, возможность спасать. Вот видите, он увел этого пикинера от Харара, перекидывает под Нью-Йорк. Посмотрим, посмотрим. Да, буду этого сейчас... Так, у него тут не стоит плантации на бананах? Нет, не стоит. Вылечиться не удастся. Ну, ничего, уведу этого рыцаря. Зато разрушим тут... Пока вылечим рыцаря, разрушим фермочку. Ну, и со стороны Харара на шифт арбалетик и вперед. Так, убираем, убираем. Убираем. Успел. Очень хорошо. Вот видите, так как ему не хватает дорог, ему приходится аж рыцарям плыть через море. Не хватает у него сил убить сразу Требушет. Так что удается мне немножко покоцать Нью-Йорк. Ну, и благодаря тому, что у меня есть генерала, у него нет, у меня юниты посильнее защищены. Так. Ну что. Одна крепость разрушена. Сейчас вот вторую разрушу. И можно... Идти еще и со стороны Харара. Двигаться в нападение. Вот еще один Требушет. Мне как бы, видите, не страшны потери Требушетов. Потому что они у меня постоянно восполняться будут. Ну и город. Вот ставлю, наконец, Гондор номер два. Причем, видите, захватываю дорогу, которую он тоже строил. И мне будет теперь проще юнитов лечить и подводить своих, свои свежие войска для нападения на Нью-Йорк. Ну что, в Гондоре как бы неважно уже, что строить. А, я забыл на пагоды переключиться и купил лишнего миссионера. К сожалению. И, по-моему, мне уже даже некуда религию распространять. По-моему, религия моя распространена на все города. Там было амбисно девять городов. То есть я плюс восемнадцать золота только от религии получаю. Плюс восемнадцать золотых в ход. Видите, и благодаря этому я могу содержать очень большую армию. Так бы у меня было, если бы без религии, у меня бы сейчас было минус восемь золотых в ход. А так плюс десять, и еще можно строить юнитов и строить. Так что сейчас Нью-Йорк просто захлебнется в волне моих юнитов. Мне их не жалко. Буду как пушечное мясо отдавать. Так, на всякий случай. Чтобы еще не потерять генерала. Так, ну что тут начинается? Кого обстреливают? Ага, он даже... Вот видите, он решил уже не обстреливать требушет, решил обстреливать рыцаря. Но рыцарь у меня заменяемый, слава богу. И мне это не особо страшно. Единственное, что, конечно, перешей и чекуски. Всего две клетки, чтобы подводить юниты. Но благодаря тому, что тут такие холмы, моих вот этих двух юнитов под Нью-Йорком не могут обстреливать много юнитов соперника. Вот два арбалета, которые левее находятся, они только одного рыцаря могут обстреливать. Но он все-таки убил. Ну, ладно, я сейчас тоже убью. Ого, мечником используют. Так, я думаю, что... Я смогу убить этого копейщика, точно. Да, воспользуемся вот этим рыцарем. Или не воспользоваться. Пускай живет этот копейщик. Не знаю, ладно. Еще он будет все равно следующим ходом на меня явно нападать будет. Я лучше сюда вот еще один требушет поставлю и буду Нью-Йорк обстреливать. Так, ну, вы можете подумать, что тут можно было уже Нью-Йорк этим арбалетом обстреливать. Но я лучше... Мне важнее уничтожить юнит, побольше юнитов врага. И потом, когда у него юнитов не будет, уже обстреливать город. Раз он там подставил свой арбалет, будем обстреливать арбалет, а не город. Я думаю, что тут Нью-Йорку недолго на самом деле осталось. С таким количеством требований. О, еще и плюс 15. Опять же, надо было в начале хода брать этот общественный институт, а не сейчас, когда уже поубивали у меня всех. Так бы меньше получил урона. Так, начинаем обстреливать Нью-Йорк опять. О, вылечиваемся. Так, успею ли я этим требушетом что-нибудь сделать? Успел. Ну, смотрите, тут Нью-Йорк уже практически все. Убили все-таки моего еще одного рыцаря. Но мы тут обмениваемся юнитами. Как вы понимаете, это выгоднее мне, а не моему сопернику. Так, ну тут еще этот арбалет уничтожим на всякий случай. Ну, Нью-Йорк, я думаю, тут без вариантов. Невозможно никак его спасти. Потому что толпа юнитов прется, толпа рыцарей, которыми удобно захватывать города. Я думаю, что следующим ходом можно брать, вы как считаете. Берем. И все, и прямая дорога на Вашингтон. В общем, не буду уже тут держать какую-либо интригу. Понятно, что мой соперник скоро сдастся. Подведу итог всей игры. На самом деле, еще раз повторю, я не думаю, что я тут как-то супер-пупер сыграл. Тут я бы сказал, что не я выиграл эту игру, а мой соперник ее проиграл. Он самолично отдавал свои юниты в таких кавалерийских наскоках, которые не принесли ему все-таки выгоды. Я считаю, что... Ну, вот видите, он пишет, я сдался. Я считаю, что при игре через традицию надо играть через защиту, если Ваш соперник идет через волю. Потому что все равно у него будет больше юнитов. Что ж, Вы слышали Лешу Халецкого. Следующая игра уже суперфинал. У меня остался только один соперник, Колл Кэт. Кто же займет первое место, я или он, Вы увидите в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал и играйте в умные игры.